Привет, привет, мои дорогие! С вами Дольче Вита. Сегодня я не буду в кадре. За окном у нас дождь. Такую сумочную, пасмурную, дождливую погоду. Очень хочется почитать вам что-нибудь интересное. И вы видите сейчас свечку и символ Мадрида. Справа медведь, который залазит на земляничное дерево. И слышите капли панающего дождя. И я открываю на своем канале новую рубрику «Путешествия». И сегодня путешествие мы начнем с вами со столицы Испании, города Мадрида. Кто был в Мадриде, напишите в комментариях, понравился ли вам этот город. Он, в принципе, никого не оставляет равнодушным. Впервые я побывала в нем 17 лет назад. И на тот момент город мне показался просто необъятных размеров. Это, наверное, были первые мои путешествия в студенчестве. Вот. Вообще Испания прекрасная страна, и поэтому сегодняшнее видео я посвящаю Мадриду. Сейчас давайте зашим свечку. У меня в руках, как вы догадались, коробок спичек. Такая большая свечечка. Ой, чуть не обожгла пальто. Так, получилось. Так, так, так. Надымила я тут, однако. Ну, вроде пожара. Пожар не случится, нет. И приятного вам релакса. Столица Испании, Мадрид. Это особенное место сосредоточения энергии и страсти. Географически он расположен в центре. Отчасти именно поэтому является и туристическим эпицентром. Находящийся на высоте 667 метров над уровнем моря, город получил статус самой высокой столицы мира. Здесь чувствуется настоящая горячая душа испанцев. Она везде в архитектуре, культуре, традициях и приветливых улыбках. Сердце города – площадь Пуэрта-де-Ль-Соль. Или по-русски площадь солнечных ворот – ворот Солнца. Долгое время она считалась центром Испании и была свидетельницей решающих исторических событий. Здесь находится знаменитая пластина с надписью «Точка отсчета всех расстояний в Испании – нулевой километр». Здание бывшего дома почты, расположенного на площади, украшают старинные часы. В новогоднюю ночь горожане под их бой, по традиции, съедают 12 виноградин, чтобы на протяжении всего наступающего года им запустовала удача. Необычная статуя – бронзовая медведица, срывающая плод земляничного дерева, стала визитной карточкой Мадрида и частью герба Испании. Перевернем страничку. Очень тяжелая свечка. Королевский или Восточный дворец – одна из главных достопримечательностей Мадрида. Он поражает своей роскошью, элегантностью и изяществом, и по праву считается примером высочайшего мастерства архитекторов. В самом большом музее страны представлены полотна знаменитых мастеров, живописи, старинное оружие и уникальное массобрание скрипок Страдивари. Несмотря на то, что король Испании живет в других апартаментах, официальные церемонии и приемы на высшем уровне проходят именно в этом дворце, который состоит из трех тысяч шикарных комнат. На площади перед замком среди зелени и фонтанов размещены статуи всех королей Испании. Душа Испании – Плафа Майор. С момента своего основания она играла важную роль в жизни города. Являлась рыночной площадью. Здесь проходили парады и поэтические состязания, провозглашение наследников престола и даже публичной казни. Это первое место в Мадриде, специально обустроенное для проведения боев с быками. Сегодня Плафа Майор – еще и одна визитная карточка города. На ней расположены многочисленные кафе и пекарни. Наиболее примечательная – Касса де ла Панадерия, булочная, которая снабжала хлевом королевский двор. В центре площади установлена статуя Филиппа III. Плафа Майор – статуя Филиппа III. Любители острых ощущений приезжают в Мадрид ради традиционной испанской кориды. По вечерам бои с быками проходят на самой известной большой площади Испании для кориды – Плаца де Торос де лас Вентас. Корида – одно из воплощений национального духа. Зрелищное представление навсегда остается в памяти. Стоит только раз его увидеть. Рядом с ареной на площади установлены несколько монументов, среди которых памятник сэру Александру Флеминго, создавшему антибиотик пенициллин, и этим спавшему жизнь многим Матадором. Кстати, мои дорогие слушатели и зрители, подписчики, как вы относитесь к кориде? Считаете ли вы это гуманным, скажем так, развлечением? Против ли вы этого традиционного национального такого вот события? Или вы считаете, что у каждой нации есть свои определенные традиции? И ничего тозорного, скажем так, ничего страшного в этом нет? Тоже было бы интересно почитать ваши комментарии. Поклонникам искусства и просто туристам стоит посетить одну из крупнейших мировых сокровищных живописей – музей Прадо. Он не уступает по богатству коллекции Лувру и Эрмитажу. В 16 веке в Мадриде располагался парк Прадо, в переводе с испанского «Лук», в котором Карл III приказал построить здание. Именно сюда в XIX веке перенесли часть королевской коллекции картин испанских живописцев. На сегодняшний день в музее собрано огромное количество шедевров испанских, итальянских, фламандских и голландских мастеров. После долгих прогулок по Мадриду трудно отказаться от отдыха в прекрасном парке Буарретыро, гостей листва которого защищает от палящего испанского солнца на огромной зеленой территории в центре города расположены великолепные фонтаны, скульптуры, кафе, выставочные залы и детские площадки. Буарретыро означает «благое уединение», потому что неудивительно, и поэтому неудивительно, что здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Центральная композиция парка – пруд с колоннадой в форме полумесяца и великолепной статуей короля Альфонсо XII. Внимание привлекает и единственный в мире памятник дьяволу. Структурная композиция Рикардо Бейеры «Падший ангел». В городе даже в темное время суток неуемная атмосфера. Праздника ощутима, ведь главная страна жителей Мадрида – мувида ночная жизнь. Итак, дорогие мои, сегодня было вот такое путешествие по Мадриду, и следующее путешествие, как вы можете заметить, будет по Барселоне. Если вам понравилось данное видео, и вы за такую рубрику «Путешествия по разным странам, городам», то, конечно же, поставьте лайк данному видео и напишите какой-нибудь комментарий об Испании. Я со всеми прощаюсь, сладких снов, чао-чао, с вами была ваша дочерь Рита, чао-престо, бачо.